Ход газификации Тверской области в первом полугодии 2021 года и прогноз выполнения работ на второе полугодие рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 14 июля провел губернатор Игорь Руденя. Напомним, что в прошлом году Верхневолжье совместно с Газпромом начала реализацию пятилетней программы по проведению голубого топлива в те районы, где его пока нет. В этом году в регионе предстоит выполнить почти такой же объем работ, как и в течение предыдущих трех лет. За 2021 год планируется построить 183 километра межпоселковых и распределительных сетей, провести голубое топливо в 15 населенных пунктов, а это 2539 квартир и домовладений. Как отметил глава региона, сейчас основные усилия сосредоточены на северо-востоке, которые получат большие выгоды в плане развития промышленности. Это даст новый уровень, новый совершенно этап развития инвестиционной привлекательности, создание рабочих мест, повышение конкурентоспособности действующих предприятий, потому что сегодня без газа очень сложно конкурировать предприятиям промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, реализуется областная программа газификации объектов муниципальной собственности. В частности, на 85% уже выполнено строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей в деревне Староимская Старецкого района. На 90% реализован второй этап работ по строительству межпоселкового газопровода между селом Киверичи и деревней Алешина Ромешковского района. Его протяженность составляет 10,5 километров. Стоит также отметить поддержанную президентом программу по бесплатному подведению голубого топлива. Тверская область стала одним из регионов, где идет реализация пилотного проекта в этом направлении. Мы видим, что очень большой интерес у граждан. И эта программа, наверное, один из первых. Это Жарковский район, где в этом году будет подключен газ. Там вообще не было до этого времени газа. И те районы, которые уже газифицированы, жители проявляют высокий интерес. Поэтому, я думаю, к концу года мы сможем подвести первые итоги, что удалось сделать. Также в регионе проводится работа по обеспечению газификации промышленных площадок, крупных инвестиционных проектов, таких как «Румелка Агро», «Коралл», торговая компания «Альфа», «Орион Интернешнл», инновационно-промышленного парка «Бравлево-3», гостиничных комплексов и других важных объектов.